Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами канал Яймин Рост и я его ведущий Олег. Сегодня вторая передача, которую мы будем снимать совместно с технологической службой таможни города Кемеров. Сейчас мы с вами находимся в аэропорту и на месте, здесь уже на площадке будут проводиться тренировки служебных собак Кемеровской таможни. Посмотрим. Я дам небольшое пояснение. Сейчас как бы были сделаны закладки в определенные автомобили и сейчас собачки должны будут обнаружить. То есть поиск необходимых веществ идет не только по ящикам, как бы по сумкам, но и по автомобилям. Вот сейчас мы идем к парку автомобилей, где собачки будут разыскивать сделанные заранее закладки. Так, собственно говоря, и проходит сам процесс тренировки. Дается мотивация собачке. То есть, насколько я понимаю, он сейчас должен будет найти ту игрушку. Богат наш Кузбасс, лесными хорами и залежи угля, недры хранят. Кузбассом российская мощь прирастает. Экспорта, импорта реки бурлят. Проверен товар и пошлины взяты. Замечательный дел, кто нарушил закон... Можете обратить внимание, вот сейчас мы видим типичный пример невербального общения, невербального языка собачки. То есть, видите, хвостом она виляет. Это говорит о том, что она в прекрасном расположении духа находится. Ай, молодца! Вот, пожалуйста, он вот своей посадочкой говорит о том, что именно здесь находится эта игрушка. Получает похвалу. Сейчас он замотивирован. Ну что, одобрили. И у него получается дополнительная стимуляция для поиска и для игры. Ну что, мы что-то сделаем, это надо скидывать. А потом я пущу, я его похвалу. Так, сейчас у нас очередь. Как прежде в строю, и опыт, и знания, таможенные цели, помогут достичь на посту я в бою. Наказ ветеранам и ценен, и важен, традиции множить. То есть, вот насколько я сейчас понимаю, проводник сделал закладку, потом сбил с толку, поклопал там, поклопал там, чтобы именно не было связи у него с местонахождением проводника. Именно искал, чтобы собака именно по запаху. Ну вот, собачка нашла уже. Она царапает, показывает. Получила игрушку, получила поощрение. То есть, вот такая вот мотивация происходит. Вот он и будет тренировочный. Собака работает. Собака работает. Проводник показывает, в каком месте посмотреть надо. Чтобы нужно осмотреть всю машину. Мало ли где какой контрабандист что заложил. Мало ли где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что-то заинтересовало его именно под этим колесом. Вань, повыше, повыше. Я уже ее вытащил. А, вытащил, все. Молодец. Пожалуйста. Да, еще не поздравим. Ублизил уже всю валяку. Наша безопасность в достойных руках и в достойном носе. Вот видите, кому-то выписывают премию на работе, а с кем-то дополнительно просто поиграют. Вот у него такая зарплата. Ну, вот, сейчас посмотрите. За моей спиной находятся ящики, в которые была сделана закладка. Эти ящики с закладкой должны определенный промежуток времени постоять. То есть закладки находятся в полиэтиленовых мешочках, и запах сразу не распространится, скажем, по всему объему этого ящика. Плюс к этому, ко всему, время должно пройти, чтобы испарился запах самого проводника, то есть инспектора, который работает в собаке. Чтобы у собачки не связалось взаимоотношение, взаимосвязь, так сказать, не образовалась. Запах кинолога, который работает и делает закладку, и самой закладки. То есть, чтобы эти запахи были раздельны. Но, в основном, нужны для того, чтобы запах именно самого предмета, который находится в поиске, распространился по всему, скажем так, объему этого ящика. То есть сейчас пройдет определенный промежуток времени, и собачек выведут на поиск. Вот собачки сейчас потренировались в помещении. То есть находили закладочки в помещениях. Нас, ну, по понятным причинам не пустили туда. И сейчас будет имитирован поиск закладок в багаже. То есть эти ящики, как бы, они показывают багаж. Вот опять, смотрите, собачку садят. То есть вот сейчас она понимает, что от нее требуется именно непосредственная работа. Сейчас она будет искать предмет. Проводник показывает закладки. Ну и что у нас Гаврюша? Вот он обнихивает все именно ящики для того, чтобы потом сделать выборку, потому что, может быть, ни в одном ящике закладка находится. Вот происходит пассивное обозначение. Смотрим ящик. Молодец, Гаврюша. Тут же происходит поощрение. То есть закрепление хорошего результата. Итак, работа у нас уходит очередной. Работник таможни. Посмотрим, как он справится с этой задачей. Посмотрите, видите, подход у каждого разный. То есть вот таким вот образом. Вот видите? Вот это уже активное обозначение. То есть он уже скребет. Вот так открываем. Показываем собачку этого, что она молодец нашла. И получает поощрение в виде игры. То есть закрепление положительного результата. Ну вот, собственно говоря, мы с вами побывали и в питомники в первой передаче, и побывали во второй передаче. То есть сейчас на тренировке непосредственно в аэропорту. Мы посмотрели, как проходят тренировки в кинологической службе Кемеровской таможни. Убедились в том, что мы с вами защищены от наркотрафика, от взрывчатых веществ. То есть собачки сейчас продемонстрировали, как они отлично справляются с поставленными перед ними задачами. И какой вывод мы можем из всего этого сделать? Естественно, мы содержим своих питомцев не для того, чтобы они разыскивали наркотики или взрывчатые вещества какие-то. Но вывод, мне кажется, простой. То есть для того, чтобы достичь какого-то определенного результата от собаки, мы должны ее замотивировать. Мы сейчас четко видели с вами, как это происходит у профессионалов. То есть собачка находится в замкнутом пространстве, она ждет выхода на работу. То есть когда двери вольера перед ней открываются, она уже радуется. То есть в вольере в самом она не отвлекается на какие-то посторонние задачи. То есть на родственников, на друзей и так далее. И когда человек берет ее в работу, она уже готова к этому. Работа для нее игра. То есть если вы превратите процесс тренировки со своим питомцем именно в игру, вы получите достигнутых результатов. И вот именно тот гуманный метод, который я, собственно говоря, пропагандирую, будет воплощен у вас в жизнь. Заслужите доверие, заслужите уважение, станьте вожаком, и у вас все получится. С вами был канал, я и мой хвост, я и мой ведущий Олег Круг. Доверие и уважение.